Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем проходить глобальный мод к Скайриму под названием Фалскар. В прошлой серии мы занимались, можно сказать, побочными заданиями, хотя я не знаю, где тут основные задания, а где тут побочные. Проще говоря, брат Арнант попросил нас подождать, пока он не закончит исследование кристалла, а мы пока двигаемся по первому квесту, который нам был дан, то есть мы хотим либо предотвратить войну, либо ее выиграть. Мы двигаемся на другую часть острова. И вот тот горный хребет, о котором я говорил, пересечь, я думаю, будет непрост. Но сейчас мы это все испытаем на собственной шкуре. Мы купили лошадь, я решил уже не красть ее, тем более денежки там у меня есть. И музыка необычно тихая, спокойная и приятная. Для Скайрима это большая редкость. Так, приорат. Мне по-прежнему прямо, я думаю, да? Да. Там мы как-то выберемся к воде. Я по-прежнему думаю, что это единственный выход, поэтому... Вы уж не серчайте. Других путей я не вижу. Так, давайте-ка туда, к форту. Может, там есть люди? Это даже не форт, это какая-то башня. Оль Грамма. Башня Оль Грамма. Это будет последний шаг, который ты сможешь сделать. Это слишком скоро. Мародеры. А что это я только что с ним сделал такое? Нордская резная броня. Хорошая хрень. Красивая хрень. Думаю, давайте-ка я, пожалуй, похожу в ней. По одной простой причине. Моя броня, она слишком хороша. Хотя меня, я думаю, смогут нагибать. О! Ну, немножко, конечно, пока вылазит, но неважно. Все равно она выглядит очень даже хорошо. Так, но тут ничего нет. Это плохо. На самом-то деле. Кошелек с золотыми. Ой. Так, ну, забираем отмычки там. Отмычки, кстати, мне можно уже давно не брать. У меня по-прежнему... Ёпсель, мопсель. Это я собирался отсюда сигать? Самоубийца, чертов. Да. Забавно. Может, еще раз по карте проверим? Может, как-то еще другим способом? Вот тут, я смотрю, можно как-то спуститься. Тут более-менее нормальная скала. И все. То есть, дальше только прыгать. А что я теряю, собственно? Жизнь. А, черт возьми. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Вперед! Ой, блядь, убьюсь нахуй! Ладно. Я придумал другой вариант. Как можно... Отсюда спуститься. Ну, то есть, не спуститься, а спрыгнуть. И, кстати, нафиг нордскую броню, потому что у меня сейчас, я думаю, поможет защита. Где мои крики? Стремительный рывок всего лишь на один. Господи Иисусе. Да мне смерть. Ладно. Дубль два. Ой! Ой, пиздец. Да. Что-то вообще не то. Что-то как-то... Не получается. Интересно, а если я в фантомной форме спрыгну? Ну, это так. Это уже... Полная ерунда. Но почему бы и нет? Нет, не в фантомной форме, а... Как-то. Думаю, со зверями, драконом в бой. Бесплотность. Вы не можете причинить кому-либо вред, но никто вам. Ой, блять. Говно вообще проще простого. Я знал, что у меня получится. Просто надо было это проверить. Я знал! Я знал! Ёбаные медведи! Это победа. Просто это победа. Чертовски большой водопад, честно вам скажу. Хотя можно было как-то поаккуратнее спуститься и по скалам. Но это не наш метод! Ладно, где я по итогам нахожусь-то? Недалеко от... Борвальд. Борвальд. Незнакомое мне место. Явно. И по-прежнему уникальная природа. То есть сейчас это немножко напоминает местность того же Ривервуда. Но на самом деле это что-то совсем другое. Я не понимаю, почему в Скайриме нету лодочного транспорта. Или транспорта, который просто ходит по воде. Почему бы и нет? Там же большое озеро и реки. Могли бы везти такую штуку. Вау! Вот это, конечно, да. Это мне сейчас напоминает крепость Зу. Для тех, кто не в курсе, это... Да и Зетти есть такая крепость. В Чернорусии. Блин. Круто. Круто. Давайте-ка туда побыстрее. Лошадки у меня, к сожалению, нету. Потому что я не нашел способа, как ее перевести на эту сторону. А если бы я сигал вместе с ней с водопада, я думаю, ничем хорошим это для нее не закончилось. Так, и как тут подняться? Будем скалолазить, как обычно? Но нет, тут дорога есть. Что это за место? Прошу тебя! Пожалуйста! Нет. Благодаря увеличивающей активности, Ял Вальфреда умерла, что никого, а не умерли, может везти. И ты не живешь здесь. Так что, забудьте. Как тебе сказать, ты бессмертен? Да, к сожалению, ты бессмертен. Да, у тебя даже ключа нету к этому вороту, дураку. Воу, проще будь. Да, и ворота тоже закрыты. Ну ладно, ничего уж. Козлы! Не больно-то и хотелось. Ладно. Мега скилл! Е-е-е-е! Проще парень и репа. Так. Ладно. Выдвигаемся, значит дальше. Но еще не хотелось путешествовать, но ладно. Ничего не поделаешь. Тут где-то еще форт есть. Никаких дорог, ни черта. Мечой, кто? Тролль! Это все? Я думал, будет что-то посерьезнее. Блин, интересная такая местность. Но на нее лучше смотреть, я думаю, при свете дня. Поэтому я подожду, чтобы все красоты этого мира можно было увидеть в полной мере. Очень, очень хорошо это все сделано. Просто. Моё почтение. Красавцы. Вообще, мастера. Дизайна. Упс. Большой-большой респект тем, кто занимался дизайном этого всего дела. Красота ведь, красота. Ручьишки, пороги. Чем-то сейчас даже напоминает местность Обливиона. Не знаю почему. Что-то как-то тянет. Прям туда аж. О, тут можно прям поворачивать и... Так, опилить. Хорошо. Мы уже на верном пути. Олень, не мешайся. Тут где-то великаны живут. Если значки, разумеется, не поменялись, то... Тут живут великаны, да? Ничего личного. Мне просто нужны ваши души. Все, нет подходящего камня. Следующий. Ой, машины ездят. Япона, мать. Простите за этот звук. Надеюсь, его вам не было слышно. Так, чё тут... Чё тут великаны натусили? Да ничего особого. Я так смотрю. Твермерская секира. Вот золото возьмём. Маленький камень душон мне не пригодится. Но, в принципе, почему бы и нет. Может, он какую-то маленькую душоночку. Загоню в него. Золото. Музыка, музыка меня очень радует. Ну да и всё. Там ещё один деда был. Да не важно. И вот уже на горизонте, в принципе, форт. Доки. Или как там... Квестодатель нам говорил. Так, вот конец. В порту. Там кто-то чё-то кого-то убивает. Волки. Не, не волки, тролль. Что, вообще конченый? Шумишь тут. Красота. А, на самом деле, красота. Чё ты такое? Олень. Думал, лошадь чья-то припаркованная. Да, я, я. Кто же ещё? Воу. А вы чё такие быстрые-то? Ну чё, дальше? Гаджит. Потому что нужно. Так, чё тут такое? Знаете, это местечко мне слегка напоминает родную деревушку Рагнара Лодбрака. Это действительно такой нордский стиль. Только поменьше. Да, развязать. Это что, дурак? Или как? Фрея? Как богиню назвали? Так, ну чё? Где этот ваш товарищ? Стопэ! Ты со мной поговорить должен. Спасибо за то, что ты делаешь. Мы готовы сделать движения. Я не мог бы позволить им делать ничего, чтобы Фрея и Гейла. Пожалуйста, кроме этого. Это самое главное, что я могу сделать. Тебе известно что-нибудь о нападавших на вас разбойников? В общем, да. Да, я знаю. Они стоят в Халма-Армари, который в северном-северном. Ты их ищешь, не? Хи-ха, дай мне это на твоей мапплей. Хорошо. Это меня, в принципе, не интересует. Расскажи мне о побережье. Хорошо, если вы insistите. Это в основном посвящено в рубежах, и холостые напоминания о этой земле, который в текущем прошлом. Есть старый светлый, который, возможно, уничтожен. Драгонбон-порч, из-за времена Драгонов. И грим-рот-градо, где пираты бывают. Достаточно, когда моря повернулася и уничтожилася. Сверху вверху и вопрекивая людей. Они говорят, что крюка вновь ровно проживает в бедах. В последнее время, есть урюны Холмар. Одно из-за ворокового лодка. Бог знает, как они живут на острове. Так. Ну, понятно. Так, ну на тебе, денжаться, янка. День, который в воду-северном трейдер, Может, ты будешь жить лучше. Откуда тут лошадь? Ладно, побежали. Главное не ошибиться с дорогой, потому что тут... Оно тут одна дорога, поэтому, в принципе, я думаю, проблем не возникнет. Судя по всему, но пока что картинка складывается так. Так, король нанимает бандитов для того, чтобы те сеяли беспорядки. Непонятно зачем. Там проскакивали какие-то тезисы по поводу, что он хочет объявить войну, но зачем? Чем ему не живется спокойно на довольно-таки небольшом острове, ну, с точки зрения земель? Живите себе дружно, да и все. Нахер вам эти качели. Ну вот, похоже, пришли. Ну что, погнали, с шашкой наголо. Что? Продолжение следует... Продолжение следует... Вы не придете... Если вы придете... Ага. Я дочку. Мы у нас живое на здесь. Ведя сюда будет последний ошибок в будущем вы совершите. Готово. Ага, то есть вы все-таки будете со мной драться. Так давайте подеремся, ебда. Куда вы убегаете, сучки? Конечно, лошара. Не с тем ты на бой вышел. Блин, лучники у них хорошие. Попадают даже. Оп, оп. Давай. Да на, сука! Разговор окончен. Так, теперь давайте-ка займемся напрямую фордом. Я думаю, с распростертыми объятиями меня тут встречает. никто не будет но там мародеры свороем немножко у них пищи они крепкие на удивление вроде обычные бандиты но стреляют они наверняка но не стоит головорезы мародеры что за херня что если тут будут серьезные враги на самом деле но типа крутых магов я имею ввиду типа высших некромантов или еще чего-то такого вообще мне будут попку не спеши Я не хочу умереть! Куда ты побежал, сука? Э? Ничего? Не лезь, подруга, сука! Ого! Ага, это ты так сдаешься, да, мудила? Я не хочу умереть! Давай, голову в коллекцию! А у вас тут главарь был или что-то такое похожее, нет? Мародёр! Было только мародёр! С эльфийским вооружением? Ладно! Приказ! Так, приказ отряду! Захватить порт и приобретать линию снабжения по морю! Хорошо! Ну да, это, в принципе, доказывает то, что бандитам причастен король! Так, а чё здесь? Мычки, всякое говно! Нужное! Так, ну чё, уходим? Так... Похоже, разобрались с местными! Теперь осталось только, в принципе, доложиться... И устроить... Не понял сейчас... Куда мне идти-то нужно? Угу... Винтарный ручей! Да, пойдём! И тогда уже предъявить королю обвинение! Или просто его по-тихому грохнуть! Чтобы... Не накалять обстановку! Но я хочу попасть ещё в те города! Там ещё два города осталось! Вот этот, который мы были! Который закрыт! По причине нападений разбойников! Дождать пока брат не закончится! А, ну это потом! Да, да, да! Это... Вернёмся уже! В следующей серии! А сейчас нужно доложить Ярлу! И ещё один город же ж есть! Тоже большой, насколько я понимаю! Ну то есть вот этот! А ну-ка давайте посмотрим по карте! Он большой или не очень? Ну как большой! Смотрю 3-4 дома! Ну такое, типа! И тут тоже стальгород! Стальгород! Тоже небольшое такое, но площадь такая хорошая! Так, ладно! Давайте займёмся этим делом! Ну чё, Ярл? Принимай новости! Где там? Здравствуйте! 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 Что это значит, принц? Это я давно хотел спросить! Что это значит, принц? Это я давно хотел спросить! Ну да! Ну да! Ну да! Ну да! Ну да! Что случилось? Ну да! Ну да! Ну да! Ну да! Нормально! Ну да! 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 Я хочу тебе хуз Карлов собирать! Ты конь! Охреневшим! Оно мне типа надо! Это не одно слово, которое говорилось слегка! И они будут знать, что это значит, что война на нас! И он сам придется все-таки собрать ему этих хуз Карлов! Куда идти-то? Ну бляй! Конечно! На ту сторону! Ладно! Что ж! Вот такая вот в принципе получилась серия! В следующей серии я думаю мы все-таки пойдем вот по этому квесту Мечты об обливиане! Потому что он наверняка уж что-то разнюхал! Ну а потом будем искать уже этих Хускарлов для Ярла. Мы будем, наверное, готовиться к войне. И это не сказать, что будет уж прям такая хорошая новость. Ладно. Всем спасибо за просмотр. С вами был Марс. До новых видео. Всем пока.